Подводим итоги недели, как обычно тут, на площадке этого канала. Рассказываем, что интересного произошло. Не верь глазам своим, или как министр Мусин рассказывал казахстанцам про интернет. Алматинский аэропорт, ни условия, ни сервиса не определились. Месяц до начала учебного года, а в Минпросвещение еще обсуждают длительность учебы. Салем до стар, с вами Тимир Галиахат, поговорим сегодня обо всем этом и не только. Мы идем прямо по Кунаево, поехали вместе. Главным ньюшмейкером недели по праву стал Багдад Мусин. Первенство министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности даже оспаривать бессмысленно. Итак, перед заседанием правительства на этой неделе в кулуарах высоких кабинетов министра Мусина спросили о качестве интернета и в целом связи в стране. На что Багдад Батырбекович ответил, что и сам страдает от того, что не может дозвониться до абонента. Вот дословные слова. Я сегодня перед заседанием правительства звонил Есикееву, председателю управления Казахтелекома. Сам жаловался. Я ехал из дома и у меня Кейсел оборвался. Я начал звонить, приехал сюда. Дозвонился и спросил его. Потом, по словам Мусина, глава Казахтелекома ему перезвонил и рассказал, что действительно есть технический сбой продолжительностью 10 или 15 минут. Конечно, был. Мы его все почувствовали. Только не все сможем сразу же звонить главе Казахтелекома, чтобы узнать причину. Да и нам, наверное, не надо объяснять, что вообще со связью происходит. Наша функция, похоже, думают в Министерстве и Казахтелекоме исправно оплачивать услуги. А есть они или нет, это нас особо не касается. Во время экспресс-брифингов к обмене министра вообще так понесло, что он не стал стесняться в выражениях. Если в спид-тест международный рейтинг говорит, что Астана поднялась на 35 позиций, то есть мы 35 городов обогнали, мы сейчас с Токио, мы даже обогнали Токио. Это же не я этот рейтинг формировал. Какая удобная позиция. Рейтинг не мой, связь тоже не от меня зависит. Интернета нет, потому что радиофобы тарелки ставить боятся. И так и хочется добавить за министра, мол, вообще, чего вы хотите, у нас же выхода к морю нет. У меня остался только один вопрос. А зачем нам Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности? Цифровое развитие, по-моему, в стране давно и упорно только Каспи-банк внедряет активно, чтобы нас на свой финансовый крючок подсадить. Инновации вообще понятие какое-то эфемерное стало в последнее время. Я, может, ошибаюсь, конечно. Друзья, подскажите, какие инновации у нас в стране вообще есть, ну а про аэрокосмическую промышленность вообще либо хорошо, либо ничего. Но тут выбора-то и нет особо. Вот только или данные у министра Мусина неправильные, или кривит душой большой начальник. Потому что журналистка Назамгуль Кумспаева сравнила качество интернета в Казахстане и Японии. Итак, в столице Казахстана на левом берегу скорость интернета 5,7 мегабита в секунду. В Японии, в предгоре, я замечу, 47,6 мегабита. Как говорится, комментарии излишними. Кстати, министр Мусин после своей пламенной речи про Японию стал героем мемов, что называется «смех сквозь слезы». Но что больше всего возмущает, так это то, что все казахстанские операторы, будто бы сговорившись, подняли цены на свои услуги. СМС-ки счастья от своего оператора за последние пару месяцев получили, я думаю, все казахстанцы. Я вот, например, получил. А знаете, почему у нас шансов нет? А все потому, что у нас в стране всего три сотовых оператора. Из них две компании, дочерние казахтелекомовские, начальнику которого и звонил министр Мусин. Это КСЛ, куда входит и актив, и то Мобайл Телеком Сервис. Это Теледва и Алтел с общей долей рынка 62%. И третий участник, это частный оператор Токартел. Это Билайн с долей в 38%. Более того, монопольную структуру рынка усилили итоги проведенных в конце 2022 года аукционов по распределению радиочастот в сети 5G. И как вы думаете, кто победил? Казахтелеком, обеспечив себе полную и стопроцентную монополию в оказании услуг в сети 5G. Может, пора вывести такую стратегически важную сферу, как связь на рынок, как в других странах, где конкуренция заставляет компаний бороться за потребителя, а не как у нас. Ну куда денутся эти люди, звонить-то надо. Выбор без выбора, в общем. А вот еще, что нас удивило на этой неделе. Так это условия в аэропорту Южного Мегаполиса. Очереди в воздушной гайване Алматы уже стали пугалкой для туристов. Ну сами посмотрите. 24 июля, 5.30 утра. Уже почти час стоим. Жители и гости города продолжают жаловаться на условия в аэропорту Алматы. Часовые очереди из пассажиров, среди которых много детей и пожилых людей. Это уже суровая реальность Алматинского аэропорта. Люди стоят в многочасовых очередях, страдая от тесноты и духоты. Видео расширили в социальных сетях, только после этого на претензии ответили в пресс-службе Алматинского аэропорта. Подробности написало издание Tengri Travel. Итак, представитель воздушной гавани заявил, что в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул для удовлетворения потребностей туристов наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города в аэропорту Алматы. На сегодняшний день пропускная способность имеющегося терминала составляет 2,7 миллиона пассажиров в год. Аэропорт Алматы в 2022 году принял более чем 7,2 миллиона пассажиров. А в этом году планируется увеличение пассажиропотока до 8 миллионов. Именно поэтому, мол, и очереди. Ну просто капитаны очевидность. В пресс-службе также отметили, что сейчас компания делает все возможное для скорейшего завершения строительства нового международного пассажирского терминала. Его пропускная способность будет 7 миллионов человек. Вот когда достроят, тогда и будет комфорт. А я один ничего не понимаю или как. Сами же говорят, что в прошлом году уже было больше 7 миллионов пассажиров. В этом уже 8 ожидают. А строят на 7? Или там думают, что число людей больше расти не будет? Или люфт себе оставляют? Говорят, что для отдельных людей стройка может быть очень прибыльным бизнесом. А если еще и строить изначально так, чтобы не хватало, так достраивать можно бесконечно. Сдать новый терминал в эксплуатацию планируют в следующем году. А я вот хочу рассказать вам сегодня историю Алматинского аэропорта. Он один из крупнейших в Казахстане. Был построен в 1935 году. В 1994 году аэропорт был выведен из государственной собственности. Последним, единственным акционером до 2021 года являлась компания Venus Airport Investments, зарегистрированная в Амстердаме. Эта компания два года назад продала аэропорт турецкой компании. В ее активе уже есть опыт управления воздушными гаванями других стран. В самой Турции, Грузии, Франции и Египте. Турецкий инвестор подошел к делу с энтузиазмом, но, как мне кажется, столкнулся о суровые казахстанские реалии. И одна из самых главных проблем – высокая стоимость авиакеросина. Она, кстати, и делает в основном такими дорогими авиабилеты для нас, обычных пассажиров. Так вот, по словам президента компании Международного аэропорта Алматы, чьи слова приводят в отечественных СМИ, его больше всего волнуют принятые ранее изменения в законодательстве, в результате которых закуп авиационного топлива производится не напрямую с заводу, а на международном рынке. В результате чего прибыль от этого получают не аэропорты, а посредники, занимающиеся продажами авиакеросина. Плюс массовая застройка вокруг Алматинского аэропорта. Мы все же помним трагедию с Бекеир. Ранним утром самолет, выполнявший рейс Z2100 из Алматы в Астану, потерпел катастрофу на взлете. Пробив бетонное ограждение аэропорта, врезался в новый дом в поселке Гульдала, расположенный у самого периметра аэропорта. И похожая проблема вокруг воздушной гавани Шимкента. Как пишет портал InBusiness, эта ситуация привела к тому, что взлет и посадка в Шимкенте возможны только по одному курсу. И авиакомпании вынуждены отменять рейсы из-за того, что самолеты не могут приземлиться в случае, если ветер дует в другую сторону. Давайте посмотрим, что за компания рулила Алматинским аэропортом до прихода турецкой компании. Как пишет Forbes, в апреле 2011 года компания Meridian Capital, конечными бенефициарами которой тогда были Аскар Алшимбаев, Сауат Манбаев, Евгений Фельд и компания, и контроль в которой принадлежал Кенесу Ракишеву, но почти треть акции Тимуру Кулебаеву через Туошку. Знакомые фамилии? Если последние три да, то про первые расскажу. Аскар Алшимбаев и Евгений Фельд. Они оба, как пишет в своем расследовании издания ОРДА, были связаны с почившим безвременно Каскомерсбанком, который так и не удалось реанимировать, несмотря на внушительную государственную поддержку. С банком Каском также был связан и экс-министр финансов Сауат Манбаев. Но продавала аэропорт туркам не эта компания. Она в 2011 году передала права на воздушную гавань, как пишет Форбс другой компании. Владельцем аэропорта стала зарегистрирована в Нидерландах Venus Airport Investments. В документах, имеющихся на бирже Касе, как пишет казахстанское издание, было указано, что единственным владельцем Венус является сингапурская Step-Pack Capital, контролируемая Тимуром Кулебаевым. Вот такая непростая история у Алматинского аэропорта. Интересно, почему высокий статус экс-владельцев Алматинской воздушной гавани никак не сказался на ее состоянии? Неужели денег не хватало, чтобы решить вопросы и с комфортом пассажиров постепенно модернизировать сам аэропорт? Ведь, как мне кажется, экс-владельцы аэропорта много летали по миру и уж точно видели примеры получше и поцивильнее. И мог ли Бейбут Шуменов, которого сейчас разыскивает столичная полиция за драку в торговом центре, вылетать из Алматинского аэропорта и затеряться там в толпе? Ну это, наверное, вопросы все риторические. И таких вопросов у меня много. Вот еще один возник после того, как узнал об этой ситуации. Активист Роман Честных на своей странице в Facebook рассказал, как за бюджетные деньги госструктуры закупают заказные посты в региональных пабликах. Количество подписчиков в пабликах должно быть не менее 53 тысяч. Речь идет об Акимате Акмолинской области. Роман Честных проверил закупки Акимата и выяснил, что речь идет о суммах от миллиона до почти шести за такую вот информационную поддержку. Но больше всего возмутило общественника, что техническая спецификация по отдельным лотам говорит о продвижении государственной политики, однако включает требования модерирования комментариев к публикациям по желанию заказчика. Закрытие, удаление комментариев, а это пишет Роман, уже вполне можно подвести под понимание цензуры. Исправить ситуацию могла бы фраза об удалении комментариев по предметному указанию заказчика на нарушение комментаторам требований законодательства. Но этого нет, а значит требование обеспечивает именно возможность субъективного цензурирования по желанию заказчика, что может привести к корректировке общественного восприятия. Вот так и живем, господа госслужащие Акимы и чиновники. Если закрыть комменты в социальных сетях, то это не значит решить проблему. Люди ведь могут и позвонить, и пешочком к вам прийти, и рассказать все, что о вас думают. Надеюсь, прошло то время, когда начальник вызывал ужас. Сейчас народ все понимает. Хотя нет, иногда я все-таки не понимаю логики принятия решений и не всегда с первого раза врубаюсь в то, что говорят наши чиновники. Например, министр просвещения Ганин Бесимбаев. Его в кулуарах правительство спросили, так сколько недель будут учиться дети в предстоящий учебный год? Вопрос справедливый, я считаю. До первого звонка-то тут осталось всего ничего. И как вы думаете, что же ответил министр? Что окончательного решения по продолжительности учебного года еще не принято. Мол, до сих пор идет обсуждение с родительским сообществом. Эксперты и ученые уже приняли решение. Они предлагают оставить 36 недель, то есть до 1 июня. Опять же, у меня вопрос. Кто эти эксперты? Кто эти родители? Может, для начала стоит вот в социальных сетях посмотреть, что люди пишут? Встретиться с теми, кто имен, фамилии не скрывает, в обычную школу приехать. Нечастную, где по 20 человек за партой. Комментаторы в сетях пишут, что категорически против продления. Вот, на днях новость прошла, что в 35 школах могут не успеть завершить ремонт к началу учебного года. Это школы Алматинской, Абайской, Атраусской, Жамбылской, Карагандинской, Туркистанской, Западно-Казахстанской областей. С родителями учеников этих учебных заведений поговорить. В общем, министру просвещения и министру связи надо в какое-то единое, одно большое ведомство реорганизоваться. Министерство больше вопросов, чем ответов. Багдад Мусин мог бы Гане Бесимбаева научить, как экономить интернет, тем более в школах с Wi-Fi очень туго, и это в 21 веке-то. Друзья, и вы пишите в комментариях, о чем поговорить хотите. Знаете, мы всегда тут, прямо по Кунаево. Мы уверены, что замалчивание проблем – это не значит их отсутствие. Поэтому давайте говорить, чтобы быть услышанным. До скорого.